Доброе утро, друзья! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. Сегодня мы с вами будем говорить на очень серьезную тему о воспитании наших детей. Кто несет за это ответственность? Школа, учителя или родители? Но сначала, как всегда, узнаем, какую погоду нам обещают наши синоптики. Субтитры предоставил DimaTorzok Температура ночью 13-15, а днем 23-25 градусов тепла. В Москве на базе образовательного центра «Сенеж» прошел всероссийский семинар-совещание с участием руководителей органов исполнительной власти. Там побывала и министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко. Сегодня она гость в нашей студии. Инна Владимировна, большое спасибо, что вы пришли. Как говорится, с самолета прямо в студию. Я знаю, что вы человек занятой, но вот к вам такой вопрос. На этом совещании были первые лица государства. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр просвещения России Сергей Кравцов, другие официальные лица. Скажите, а что было самое главное в повестке дня? Какие задачи озвучены? Добрый день. Да, мы проводили семинар-совещание. На протяжении двух дней мы погружались в вопросы воспитания. Сегодня воспитание – это стратегический национальный приоритет для нас. И мы, взрослые, должны с вами правильно сформировать ценности у наших детей. Это отношение к родине в первую очередь, к семье, к труду, к дружбе в том числе. Это патриотизм, который сегодня мы пытаемся воспитать и вложить в наших детей. Вот эти вот элементарные ценности, которые, к сожалению, за последние 20-30 лет, как мы смогли убедиться, были утрачены. Или реализовывались в наших детях не в той полной мере, в которой они должны были. Поэтому мы говорили о воспитании, о процессе воспитания в образовательной среде. Мы говорили о том, что сегодня необходима какая-то объединяющая сила для нашего молодого поколения, членами которой бы они являлись. И мы поняли, что необходимо создавать определенное всероссийское движение для детей и молодежи, так как это было, скажем, 20-30 лет назад на примере пионерской организации, когда еще были комсомольцы, пионеры, октябряты. Вот та идеология, которая объединяла молодое поколение нашей страны. Сегодня, к сожалению, этой идеологии нет. Поэтому мы пришли к выводу, что такая организация, всероссийское движение, оно необходимо. Вы имеете в виду большую перемену? Знаете, вот пришли к выводу, что это будет называться небольшая перемена. Обсуждали много и в части названия данного движения, потому что оно должно быть запоминающим, оно должно быть влекущим, оно должно быть какие-то обозначать непосредственно те ценности, которые мы сегодня реализуем и стараемся вложить в наших детей. Поэтому это будет небольшая перемена. Но обсуждение начинали именно с этого названия. Но пока это секрет. Я думаю, скоро, до конца июля, когда будет принят данный закон, мы уже и знаем название движения этого. Инна Владимировна, вот вы говорили о воспитании, да? И вот я бы хотела вам зачитать такие слова, которые два года назад министр просвещения Сергей Кравцов заявил буквально следующее. Образование — это не обучение и воспитание, а воспитание и обучение. То есть в последние годы мы видим, что акценты смещаются именно на воспитательный акцент, аспект. А почему? И какие мероприятия в школах проходят, чтобы решить эту задачу? Спасибо большое. Абсолютно правильно вы подметили. И в законе об образовании Российской Федерации, где дается понятие, что же такое образование, в первую очередь в приоритетном порядке стоит воспитание. Поскольку мы говорим, что задача школы — это воспитать всесторонне развитую личность, способную самостоятельно мысли, принимать решения. Поэтому все-таки в приоритете мы считаем, что это должно быть воспитание, а уже одна как из ценностей — это обучение и возможность саморазвития. Большой акцент сегодня для этого сделан. И хочу сказать, что в рамках последних событий, которые происходят в целом стране и в мире в том числе. Мы много говорим сегодня о патриотизме в том числе. Но хотелось бы, чтобы этот патриотизм был не просто какой-то клише, то, о чем сегодня говорят, а чтобы это было конкретно в содержании каждого человека. Сегодня много говорят об уроках истории, что количество часов необходимо увеличивать, что даже уроки истории, какие-то модули определенные, необходимо вводить даже с первого класса. Сегодня мы также обсуждаем тематику, когда возвращаются классные часы, и с начала учебной недели первым уроком во всех образовательных организациях будут проводиться уроки, не уроки, а линейки, где обязательно должен звучать гимн, подниматься государственный флаг. И не просто звучать гимн, этот гимн должны исполнять учащиеся наших образовательных организаций. Они должны знать слова, содержание этого гимна. Инна Владимировна, но тем не менее, возвращаясь к воспитанию, тут есть ряд проблем, которые я бы хотела озвучить. Вот проходил такой опрос среди педагогов и руководителей школы в интернет-пространстве. И вот что они пишут. Они называют причины, которые мешают и образовательному процессу, и воспитать. Но я хочу вам зачитать. Неопределенность конечного продукта воспитания. Ощутимый недостаток квалифицированных кадров, способных профессионально учить и воспитывать детей. Отсутствие идеологической базы. Вот о чем мы с вами говорили. Кого и что мы воспитываем. Педагоги не очень хорошо представляют, что нужно современным подросткам и молодым людям. Школа ставит задачи, далекие от интересов детей. Старшие подростки сосредоточены на дружбе, общении, а мы им профилизацию и ЕГЭ. Что скажите? Что-то в этих высказываниях и итоги мониторинга, конечно, есть. Но, тем не менее, мы должны с вами понимать, что воспитание – это одна составляющая, обучение – это другая составляющая. Если мы говорим о таких ценностях, как дружба, любовь – это те ценности, которые свойственны нашим старшеклассникам, то, соответственно, мы должны говорить и о другой стороне медали. Это об оценочных процедурах, чтобы мы смогли с вами оценить, насколько за 10, 9, 11 лет наши дети достигли определенных результатов в учении. Мы понимаем, насколько это все серьезно, глобально, и с какой долей ответственности мы все должны к этому сегодня подойти. Давайте возьмем другой аспект. Сегодня цифровая образовательная среда требует от учителя постоянного самообразования, потому что урок сделать интересным, увлекательным для современных детей – это довольно сложно. Конечно, можно пробиться к детским сердцам, но это требует колоссальной самоотдачи. И вот тут встает такой вопрос – бюрократическая нагрузка, которая не дает этого делать учителям. То есть цифровые, бумажные дневники, которые они должны заполнять, электронные дневники, отчеты бесконечные, они занимают и у педагогов очень много времени отнимают, которое они могли бы потратить на детей. Скажите, когда изменится? И вообще изменится ли эта ситуация? Да, спасибо за вопрос. Такая проблема сегодня существует в системе образования. С приходом цифровизации, к сожалению, пока нагрузка на учителей меньше не стала. Хотя мы думали, что все бумажные носители перейдут у нас, трансформируются в электронные носители, наши учителя разгрузятся. Но получилось так, что помимо бумажных отчетов, необходимо сегодня их переносить и на электронные носители, и нагрузка на учителей фактически выросла вдвое. Мы это прекрасно понимаем. И на уровне также Российской Федерации сегодня приняты ряд номенклатурных документов, которые запрещают дублировать эту форму отчетности. Мы говорим, если мы переходим на цифровизацию в сфере образования, в том числе, то это только электронный дневник, это только электронный журнал. Дублировать журнал на бумажных носителях и на электронных не следует. Но сами педагоги, сама образовательная организация принимает решение, как лучше ей организовывать эту деятельность, непосредственно сам образовательный процесс. И я думаю, что наши учителя, особенно возрастные, они больше как-то страхуются и доверяются, наверное, бумаге, и они стараются все-таки зафиксировать результаты своего труда и результаты оценочных процедур еще и в бумажном журнале. Поэтому, конечно, нагрузка их увеличивается. Но, помимо всего прочего, мы видим, что большая нагрузка на них ложится, как и на классных руководителей сегодня, в том числе. И несмотря на то, что были сделаны год назад доплаты за классное руководство и в общеобразовательных организациях, и в организациях СПО, сегодня кураторы получают такие же доплаты в размере 5000 рублей, мы же понимаем, что физически это один и тот же человек, на которого физически накладывается нагрузка в два раза больше, чем она была. Поэтому сегодня такая проблема есть. И на уровне Министерства просвещения сегодня принят регламент, где перечисляется ряд документов, которыми должен оперировать учитель в процессе своей трудовой деятельности. И там определен и обозначен круг отчетов, которых должен представлять учитель, который он должен заполнять, и не более того. То есть стараются уже даже такими регламентами сегодня ограничить немножко деятельность учителя и обозначить его сферу работы. Вот вы говорили про доплаты. Да, это хорошо. Учителям, конечно, это большая поддержка. Но, к сожалению, это факт, что сегодня быть учителем непрестижно. И как вы считаете, у них зарплата небольшая, да? И в основном в педагогии идут не по зову души. Есть, конечно, учителя, которые кроме школы себя нигде не видят. Но идут в большинстве своем не по зову души, не по призванию, а по принципу, что вот я не поступил в престижные какие-то воды, пойду в учителя. Поэтому как мы будем доверять воспитанию таким людям? Может быть, нам стоит пора как-то изменить эту ситуацию и поднимать престиж учителя? Ну, отчасти с вами могу не согласиться. Не все плохие ученики идут сегодня в педагогическую сферу. Есть все-таки по призванию, которые люди... Есть, есть. Есть династии учителей, которые продолжают эту работу, которым нравится работать с детьми. И даже сегодня, когда мы приглашаем в какие-то учреждения образования, там, дополнительного образования педагогов, они говорят, нет, мы хотим именно работать с детьми, именно в образовательной организации. И я себя в другом не вижу. Поэтому, наверное, мерить одинаково всех невозможно. Но, тем не менее, да, мы должны с вами сегодня поднимать статус педагогической профессии, престиж педагогического труда. Для этого у нас реализуются конкурсы всероссийского значения, регионального. Это и учитель года, и воспитатель года, и мастер года, в том числе. И наш регион уже в третий раз участвует в реализации государственной программы «Земский учитель». Благодаря этой поддержке программе мы привлекаем в образовательные организации, расположенные в сельской местности, учителей из других субъектов, для того, чтобы они пришли, во-первых, восполнили тот дефицит, который имеет место быть сегодня в сельских школах. К сожалению, хочу сказать, что сегодня дефицит педагогических работников у нас имеет место быть не только в сельских, но даже и в городских школах по определенным предметам. И дальше эти дефициты будут только нарастать, поскольку уходят, вот как вы говорите, абсолютно правильно, кадры возрастные, а молодежь сегодня не особо активно идет в педагогическую сферу. Такие дефициты в целом по всей стране происходят. Здесь большая проблема, над которой необходимо работать. Поэтому, в первую очередь, конкурсы – это хорошо, мы тоже все понимаем, но надо повышать, наверное, заработную плату наших педагогических работников, поднимать какие-то стимулирующие выплаты, осуществлять компенсационного характера, может быть, даже какие-то выплаты могут быть, поддерживать молодые кадры, чтобы им сегодня было интересно прийти в эту сферу и получить не только минимальный размер оплаты труда, но значительно выше, потому что амбиции у молодых людей сегодня, они хотят ездить, путешествовать, они хотят развиваться. Это нормально, это очень даже хорошо. Да, поэтому, конечно, зарплата оставляет желать лучшего, мы это понимаем. И сегодня, чтобы учитель получал достойную зарплату, но он должен как минимум работать на полторы, а то и больше ставок. То есть физически он уматывается, а потом фактически он даже не рад, может быть, даже этим зарплатам. Поэтому зарплата должна быть соразмерна условиям труда и объему работы. Объем, мы говорим сегодня в школе, просто колоссальный. И ответственность большая. Не только в школе, а во всей сфере образования. Поэтому, конечно, мы за то, чтобы заработные платы сегодня пересматривали, и они должны быть увеличены однозначно у педагогических работников. Только тогда эта сфера станет более привлекательной, наверное, в том числе и для молодых специалистов. Вот вы о привлекательности профессии. Моя мама, когда училась в школе, она говорила, учитель шел, перед ним шапку снимали, кланялись. Для нас, вот для меня, для моих одноклассников, сверстников, слово учитель — это был закон. Мы их очень уважали, и ослушаться учителя — это что-то было из ряда вон выходящее. Престиж. Если мы говорим о престиже, может быть, стоит одновременно с увеличением заработной платы подумать и о защищенности учителя, потому что сегодня в школах мы видим, что происходит. Кардинально поменялась ситуация. Если слово «учитель» для нас было законом, то теперь учителя нету таких полномочий, таких прав. Отсюда и престиж в профессии, потому что все права почему-то перешли к родителям и к ученикам. Может, ученик пожаловаться на своего учителя, и мама быстренько побежит защищать его. Учитель априори не прав. И вот как в такой ситуации мы будем говорить о воспитании и о престиже профессии педагога, если он сам не защищен. Спасибо. Очень больную тему вы подняли на самом деле, но это имеет место быть. К сожалению, сегодня утрачена, наверное, связь между семьей и школой. И большой акцент, вот когда мы два дня занимались процессами и вопросами воспитания, был сделан в сторону семьи и родителей. Что образовательный процесс, школа – это та среда, где участниками этого процесса являются учителя, учащиеся и родители. То есть родители сегодня должны повернуться лицом к школе. Они должны видеть в школе своего союзника, своего друга в первую очередь. И в первую очередь родители должны с уважением относиться к школе. И должны понимать, что за процесс воспитания ответственна не только образовательная организация и школа, ответственны также родители. И все семейные ценности или ценности, которые мы сегодня стараемся закладывать в детей, они в первую очередь должны идти с семьи. То есть именно родители должны заложить в ребенка, что такое хорошо и что такое плохо. И кто такой учитель, и как по отношению к учителю должен себя вести и родитель, и ученик. К сожалению, за последнее время вот это отношение, оно претерпело изменения, к сожалению, не в лучшую сторону, как мы это видим. Сегодня мы пожинаем плоды, мы с этим столкнулись. И хочу сказать, что вот как раз на семинаре совещания был представлен прекрасный доклад с презентацией директора Института, Федеральный институт развития детства при Российской академии образования, Агре Наталья Валентиновна, как раз-таки об утрате этих ценностей поведала, как раз мониторинг проводился среди учащихся 9-11 классов, то есть это дети уже выпускники. И говорится о том, что, конечно, сегодня родители отвернуты от школы в какой-то части, что у детей трансформировались ценности, к сожалению, не в лучшую сторону. Даже такие элементарные вещи, как дружба, они также утрачивают свою позицию, то есть дружба становится не настолько искренней, насколько она была, имеет потребительский какой-то характер, мы говорим, о том, что родители сегодня должны повернуться к школе в обязательном порядке, ценности такие, как патриотизм, отношение к родине, там, семья, они также претерпевают сегодня определенные изменения не в лучшую сторону. Поэтому сегодня тревогу бьют, начиная уже с федерального уровня. И мы понимаем, что необходимо вносить серьезные изменения и в процессы воспитания в том числе. И вот я думаю, как раз это движение, которое у нас будет сформировано, оно, я надеюсь, что уже к началу нового учебного года начнет свое функционирование, и на него будет возлагаться вот основная задача, это формирование этих ценностей. И у наших детей совместно с нашими родителями мы будем трансформировать новую систему отношения, в том числе и к государству, и к воспитанию, и ко всем остальным ценностям, которые нас сегодня окружают, и которыми мы должны обладать, не только наши дети, но и взрослые в том числе. Потому что взрослые – это образец, это копирка для детей. Поэтому абсолютно согласна, надо менять это отношение. И сегодня хочу акцентировать внимание, что многие проекты, которые реализуются на федеральном уровне, на уровне субъектов, они привлекают родителей в данные проекты. Вы сегодня знаете, что у нас вот проходит капитальный ремонт образовательных организаций. И там обязательным условием является присутствие родителей при проведении данного капитального ремонта, при проектировании, при дизайн-проектах, при каких-то там цветовых решениях. И всем остальном должны присутствовать родители. Также родительский контроль у нас сегодня введен и в систему горячего питания школьников, когда за счет федеральных средств осуществляется это горячее питание. Мы должны понимать, что это не просто питание для галочки, это качественное, сбалансированное, безопасное питание детей, что оно горячее, свежее, своевременно. Вот на эти вопросы нам помогают в том числе ответить и реализовать родителей. Будем надеяться и на Владимировна, что наши родители это понимают, и послушав нашу беседу, они поймут, что надо не просто в стороне сидеть и сваливать свои функции на школу, но и самим работать. Конечно. Да, это все потом в Умирадгам и к ним вернется. Я благодарю вас, Инна Владимировна, что вы пришли, ответили на наши вопросы. Очень интересный ответ. Будем ждать, когда примут программу. Мне самой очень интересно, что это будет за движение, какие там будут положения. Будем надеяться, что поможет воспитанию наших детей в современных вызовах, у которых живет сегодня наша страна. Вам, хороших педагогов понимающих. Спасибо. Хороших учеников. Спасибо большое. Ну, а мы уверены в том, что этому движению быть, и поэтому мы также ждем с нетерпением данного закона и программы по этому движению. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Увидимся в пятницу. Хороших выходных. Продолжение следует...